И снова мы в студии Радио Хит Меня зовут Ангелина и ты смотришь Хитарянка ТВ-версия Интересно о разном для тебя прямо сейчас Тоже смотрите телевизор со смартфоном в руке? Не откладывайте его далеко Сейчас обзор Инстаграм вместе с Антониной Сатаровой Всем привет! В этой рубрике мы рассказываем о самых красивых, интересных Или просто любопытных фото и видео, которые наши земляки запостили в социальную сеть Инстаграм на минувшие недели И начнем с ряженой кампании Все знают, что в канун Рождества русские люди обычно калядовали Но сегодня мало кто осмелится возродить эту традицию А вот автор снимка с друзьями осмелились и, судя по всему, очень весело провели время Было бы здорово, если бы калядки вновь вернулись в список наших обучаев Кстати, отличная альтернатива заморскому Хэллоуину Не так давно мы рассказывали в нашей рубрике о борском четырехлапом Псе, который ведет в Инстаграм свою страницу Сегодня порекомендуем вам аккаунт еще одного лохматого земляка по кличке Кекс Он гуляет по городу, заходит в гости на радио и даже бывает в Таиланде О всех своих будничных приключениях Кекс делится с подписчиками на странице в Инстаграм Настоящий фурор в социальной сети произвело следующее фото Такому автопарку позавидует каждый Сколько у сына набралось автомобилей, автор снимка, правда, не сообщает, но выглядит очень впечатляюще В следующей части обзора, которую назвали извне, мы рассказываем о самых интересных и популярных видео всего мира Упряжка из детских санок на автомобильной тяге Родители, которые не любят возить саночки, придумали вот такое развлечение для своих детей Они запечатлели зимнюю забаву на видео Кадры сняты в одном из сел Дагестана Можно насчитать 11 санок, соединенных тросами Детей и еще больше Но находчивость родителей оценили не все Напомнив им о правилах дорожного движения Видео, играющее на инструменте и поющей собаке, позабавило интернет-пользователей Это видео выложила в фейсбук хозяйка пса И оно пошло гастролировать по соцсетям Подписчики посоветовали отправить собаку на Евровидение Чтобы продвигать такое талантливое животное Одним словом, у поющей собачки открываются большие перспективы На этом все, друзья Не забывайте отмечать интересные фото и видео хэштегом Орскру обзор Самые любопытные и интересные из них обязательно попадут в нашу рубрику на сайт ИТВ На этом у меня все Удачных вам снимков Гаджетам говорим да Они делают нашу жизнь интереснее и комфортнее Гуру в мире гаджетов Дима Страстенко Сейчас нам расскажет что-нибудь интересное Всем привет! Представьте самое сумасбродное изобретение Идею, которое сложно даже нафантазировать И будьте уверены, где-то ее уже воплотили в реальность И так встречайте самые безумные гаджеты Похоже на устройство для пыток, приспособление – это всего лишь массажер для борьбы с болями в шее Видимо, они должны быть очень сильными, чтобы набраться смелости воспользоваться этой штукой На самом деле, это довольно распространенное средство для профилактики различных заболеваний позвоночника Так называемая петля глиссона Устройство максимально комфортно закрепляется на голове Далее пациент неспешно подгибает колени, пока не ощутит предельного растяжения шейного отдела позвоночника Через несколько секунд жертва тренажера выпрямляет ноги и возвращается в исходное положение Стоит ли говорить, что процедура может вызвать некоторый дискомфорт? Кстати, устройство советует в первую очередь тем, кто часто сидит за компьютером А этот ремень получил награду как лучший необычный проект и лучшее носимое устройство В пряжке есть скрытые моторчики, которые фиксируют нагрузку и по необходимости могут ослаблять или затягивать ремень Если вы объелись, наколонились или присели Там же находятся датчики натяжения, гироскоп и акселерометр Которые, конечно же, как сейчас без этого, снабжены приложением для смартфона Оно ведет статистику объемов талии и физической активности В общем, тотал контроль Вот только попробуйте подойти и стащить какой-нибудь проводочек с этой палатки Бди, Федя, бди! Следующий гаджет в нашем списке – зубная щетка «Представьте себе» с доступом в интернет Через блютуз она синхронизируется со смартфоном и выводит информацию на экран На мобильное устройство поступают данные о движениях Гаджет анализирует информацию и сообщает, насколько хорошо вы почистили зубы Халтуры не потерпят Не потерплю! А это устройство из области фантастики Маска с виду похожа на совсем обычную ночную повязку Но надев ее, вы сможете контролировать сны и управлять их содержанием Гаджет запрограммирован таким образом, что способен распознавать глубокую фазу сна Как только вы вступаете в эту фазу, а это случается где-то во второй половине ночи Маска подает сигнал на встроенные светодиоды И те включатся в нужный момент Вас это не разбудит, но в этот момент вы поймете, что спите Сны станут более реальными Вы сможете управлять ощущениями и запоминать все увиденное Правда, производитель предупреждает, что умение управлять сновидениями придет не сразу Придется немного потренироваться Ну что, хотите попробовать? Или страшно? Поиграй с нами! Нотка безумства, впрочем, никогда не будет лишней А для кого-то, может быть, она и вовсе норма Как знать? Пока-пока! И снова я приоделась в магазине женской одежды и аксессуаров девушкам Которые находятся в универмаге справа от центрального входа А сейчас раскрываем маленькую тайну и показываем, как мы каждый раз собираемся в эфир вместе со Светланой Безруковой Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Наверняка вы посмотрели немало классного кино в новогодние каникулы Ну а что посмотрел и сейчас вам рекомендует Виталий Морозов, смотрим Всем привет, меня зовут Виталий Морозов Сегодня мы снова с вами посмотрим фильм прошедшего 2017 года Легкий, но в то же время остросюжетный и, наверное, самый музыкальный из всех боевиков этого года Малыш на драйве Премьера фильма состоялась в августе 2017 года и была одной из самых ожидаемых картин с момента появления в сети первого трейлера Ну, во-первых, это очередная режиссерская работа Эдгара Райта Напомню, что он уже не раз радовал зрителей отличными фильмами, самые хиты из которых Типа Крутые Легавы, Зомби по имени Шон и Скотт Пилигрим против всех И теперь, конечно, к этому списку добавится и Малыш на драйве Во-вторых, нетипичный для жанра сценарий, в котором умело сочетаются и клише, и оригинальные режиссерские наработки Плюс отличный саундтрек под каждую сцену В итоге фильм окупил свой бюджет в несколько раз, получил большинство положительных отзывов кинокритиков И по-настоящему приятно удивил кинозрителей В двух словах о фильме. Водитель по прозвищу Малыш работает на Дока, криминального лидера, стоящего во главе банды, занимающейся вооруженными ограблениями В детстве Малыш пережил аварию, в которой погибли его родители, а он сам заработал звон в ушах, который приходится заглушать музыкой Малыш влюбился в официантку Дебору и собирается выйти из игры, но у Дока остаются планы на талантливого водителя, считающегося талисманом их банды Парню предстоит последнее дело, после чего он уплатит всем по счетам Итак, Малыш на драйве 2017 года, режиссер Эдгар Райт, приятного просмотра Уже с работы или только на работу идешь? Звонят, значит, есть работа А что это за работа такая? Я водитель А, ты личный шофер? Знаменитостей возишь? Вообще-то нет А как тебя зовут? Малыш Прямо так и говорят? Малыш, заводи, поехали Он что, наушники никогда не вытаскивает? Он что, отсталый? Отсталый, значит, медленный. Он такой? Нет В детстве Малыш попал в аварию. С тех пор звон в ушах. Музыка его заглушает Он не просто водила, он драйвер Дело сделаем и квиты После дела мы квиты Мне же не нужно засчитывать подробный список того, что я сделаю с теми, кто тебе дорог, если ты неожиданно сольешься? Нет Когда тебя ловит на крючок баба Ты ловишь полю Мордашка у твоей официантки милая Жалко портить Поедем на запад до самого океана Согласна? Да, малыш Малыш, наступит день, когда и тебе придется испачкаться Твоя песенка спета Малыш, нам нужно уходить Разберусь и уходим Мы теперь заодно Малыш Малыш Док сказал Майкла Майерса Это и есть Майкл Майерс Он про хэллоуиновскую маску Это и есть хэллоуиновская маска Маску маньяка из фильма Хэллоуин А, ты про Джейсон? Нет Тебе решать, кому умирать Любишь свою девчонку? Да, люблю Ну и зря Непременно радуйте себя в новом 2018 году Как это делает Ксения Главицкая Сначала дарит себе книги, потом их читает И нам рекомендует самое-самое Всем привет, это Главицкая И сегодня мы поговорим о книге Деборы Макгак для лет старше 16 лет Под названием Тюльпанная лихорадка Голландия, 17 век Страна охвачена страстью к тюльпанам И их красивые цветы порой даже стоят дороже золота На тюльпанах разоряются И наживают огромные состояния Чтобы завладеть заветными луковицами Жители Амстердама готовы буквально на все Обман, подлог, воровство и даже убийство Именно на этом всеобщем помешательстве И пытается провернуть одну аферу Главный герой Ян Очень талантливый художник Однако очень скоро события принимают опасный оборот Вам точно понравится то, как автор описывает своих героев Каждый из них 100% вызовет у вас какую-либо эмоцию Страсть, ненависть, приязнь или наоборот отвращение Они все взаимосвязаны И даже тот, кто изначально кажется совсем мелкой сошкой Может в конце вообще оказать невероятное влияние на судьбы главных героев Да и местность описана так, что ты точно чувствуешь себя в гуще событий Во всей этой тюльпанной лихорадке Ты становишься таким наблюдателем человеческих пороков и слабостей Это вообще хорошая идея и прекрасно воплощена автором И это та книга, которая отлично подходит для настроения Когда хочется прочитать что-нибудь легкого Давайте разбираться, что мы имеем Мы имеем красивую 24-летнюю девушку по имени София Которая вынуждена выйти замуж за пожилого 61-летнего торговца Для того, чтобы спасти свою семью А еще у нас есть молодой страстный художник Ян Которого приглашают в дом Софии и Корнелюса Для того, чтобы он нарисовал их портрет И что в итоге? Ян видит нашу Софию София видит Яна Искра, буря, безумие Перед нами добротный исторический роман, который описывает Голландию в 1630 году В этой книге любая мелочь, любой поступок может оказаться судьбоносным для кого-либо И как раз таки этот момент и увлечет вас в книге Потому что все меняется из-за каких-то случайностей Буквально как цепная реакция Рассказывая об этой книге, конечно, нельзя упомянуть о картинах и о художниках А точнее о конкретном художнике по имени Якоб Ван Ло Это голландский живописец, который стал прототипом нашего главного героя Яна Вся книга читается легко, быстро, непринужденно Во-первых, за счет небольшого объема Во-вторых, за счет небольших глав, которые ведутся от лица разных героев Это позволит взглянуть на ситуацию с разных сторон Но не только книга маленькая, главы короткие, да еще и предложения очень компактные Это создает прекрасную легкость и ненавязчивость при чтении С вами была Главицкая, до новых книг Непременно подписывайте на нашу группу Хитарянка ВКонтакте Там много всего самого классного и розыгрыши тоже бывают регулярно С вами была я, Ангелина Увидимся на следующей неделе, всех люблю, всем пока!